Первым делом самолеты, но и об образовании не забывают. Предприятие «Моторсич» оказало медицинскому университету материальную помощь для проведения ремонта. Подробнее расскажет наш корреспондент. Новый учебный год не за горами, и к нему уже нужно активно готовиться. В частности, многие помещения университета нуждаются в ремонте. Тем временем, ЗГМУ, как и многие зависящие от казначейства учреждения, пребывает в непростом финансовом положении. На сегодня мы имеем деньги, но эти деньги мы не имеем права взять, потому что они находятся в казначействе, а казначейство их направляет туда, куда считает нужным. В том числе на выплату пенсии, зарплату учителям и так далее. И то, что зарабатывает сегодня медицинский университет, обучая иностранных студентов, выполняя свои договора, эти деньги остаются в государстве. Когда на государство рассчитывать не приходится, за помощью можно обратиться к промышленным гигантам. Он уже давно усвоили в руководстве университета. Теперь второй этаж третьего учебного корпуса ремонтируют благодаря материальной поддержке предприятия «Мотор Сич». Завод закупил стройматериалы примерно на 100 тысяч гривен. Ремонт осуществляет здешняя стройбригада. Помогают, чем могут и студенты. Здесь мы делаем полностью потолок подвесной. Здесь будут стены приведены в порядок, пол, линолеум и меняется отопление на новое, пластиковое, которое должно быть по всем нормам. Здесь работает 5 человек, наша стройгруппа, нашего медуниверситета, которые специалисты, которые в состоянии выполнить любые сложности работы. Сотрудники университета, да и студенты за оказанную помощь благодарны. Говорят, храм науки и выглядеть должен соответственно. Я сегодня очень благодарен «Мотор Сичи» Вячеславу Александровичу, который, кроме того, что он является главой наблюдательного совета нашего университета, он всегда живо интересуется всеми вопросами, которые у нас есть, и теми проблемами, которые возникают, и всегда готов помочь. Несмотря на внушительный объем намеченных работ, справиться бригада обещает до начала учебного года, к 25 августа.